итак дорогие друзья мы продолжаем наш hard surface моделинг и сейчас стоит допустим задача из центр мне надо его вот так я поставил хорошо значит и такая из кубика который мы сейчас поставим вот так нам бы нужно сделать так чтобы из него выходил цилиндр пример то есть ну давайте типа губной помады тюбика или что там что такое пример так и мы начинаем с по оси z вот моя вытянули хорошо далее что мы сделаем мы с вами пойдем tab и выделим все вот эти грани четыре штуки так затем вам надо поставить чтобы видели control b и мы тянем получаем вот такие ребрышки прекрасно теперь мы должны перед тем как это сделаем мы должны пойти в edit preference и здесь в одном цах найти луп глуп так вот видите у меня включены mesh loop tools вам это тоже надо обязательно сделать почему я сейчас покажу так вы заходите вот сюда теперь троечка переключились на эти фейсы и берем и и начинаем тянуть вот так раз еще раз и вот так два но здесь внутри нам надо сделать цилиндр да вот у нас появился лук тулс и могу им цирку цирка появился но он большой поэтому с мы уменьшаем а вот до такой вот степени да и теперь мы его поворачиваем вот так сверху посмотрите сюда то ротейшн у нас будет вот мы выровняли его вот таким образом и теперь на е экструд и пошли вот выдвинули вот такую штуку прошу справились замечательно но теперь стоит вопрос стоит все угловато нам надо очень такое мягкое скажем но в то же время чтобы оставались уголочки сейчас мы попробуем с вами это сделать так сглаживать так сглаживать до видит мод на объект мод сменили и идем модифа модифа и выбираю вот subdivision surface здесь поставим все на тройку у нас конечно займет очень хорошее количество полигончиков вот вот у нас кругленький да так то есть у нас вот такое получилось вот здесь глазочек мы можем отключать получать опять это поближе сюда ну давайте мы сейчас subdivision отключим и вот она троечку нажали вот троечку нажали то есть сначала суда теперь троечку нажали и удалили фейс чтобы мешался вот так видите остренький такой да так теперь нам надо вот эти углы и эти углы превратить такие на 10 то хоть мягкий но пускай будут углы же правильно сейчас сделаем так у меня что сначала теперь верхом так для этого отключим пока возьмем вот двоечку нажмем и вот это да контролл б и вот так сделаем и вот здесь выборе можем конечно как угодно там версии закрутить пока вот так оставим нет так пускай будет 500 так и будет все 200 это 500 я сказал 500 и сегментов можем добавить допустим вот так вот два сегмента таких у нас да все хорошо смотрим что получается ну вот у нас уже сравнялся объекте да это уже хорошо но надо его как бы поддержать а поддержать лучше всего это с помощью опять же контрол-р контрол-р вот и тянем его наверх вот сюда вот таким образом здесь его поддерживаем и выглядит он уже вот так допустим так не кое-что мешает где она находится в защите ребята не тут вот тут вот тут вид не надо убрать решетку ванами сейчас не нужна особо что-то я не вижу объект вот здесь она не включена вот можно включить а можно отключить не все нормально мы просто находимся в режиме редактирования поэтому тут все это есть так теперь нам надо с этим как-то поступить так что он слишком большой да но уже примерно догадываетесь как я нет я думаю что нам ничего не помешает альт нажмем вот так и сделать эту же операцию контрол шевр не-не-не-не извиняюсь контору剛剛 просто вот так да да ну и даже можно сделать вот так поджечь и посмотреть чутненько стал вот ровненько теперь на заняться вот этими углами мы ими сейчас и займемся дальше мы с вами будем выбирать теперь вот эти вот да нет только вот это может этот 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 выбираем теперь таких что такие ребра выбираем и контур b так секундочку вот что сделаем с вами мы сейчас контур b сделаем в том же у нас появится этот но нам не надо столько сегментов желательно вообще только 2 смотрите у нас появились треугольники это не есть хорошо ребята треугольники это не совсем хорошо но в этом случае принципе это совсем не страшно мы сейчас возьмем к и начнем дополнять наш что что к 1 у нас так развернял то есть мы создаем еще одну грань здесь который у нас и будет очень хорошо служить поддержкой в нашем нелегком деле то есть вы видите я беру как нажимаю оставляю здесь еще раз нажимаем и когда закончил нажимаю enter все хорошо посмотрим что получилось получилось вот такая штука видите но нам надо еще и поддержать снизу вы уже знаете что для этого нам нужно для этого мы пойдем выберем все и скажем контур r и потянем ее суда вот так вот вот столько нам не надо конечно вот так вот так но и теперь посмотрим что у нас получилось да кстати если нам нужно еще и вот здесь Если еще здесь Нам сделать То тут очень просто все Мы сейчас перейдем в единичку Выделим Вот это с помощью Секунду Сливбокс Вот это выделим все И скажем что нам нужен этот F нажмем О Он же не выделится ребята Вы же видите что он не выделится Почему? Потому что нам надо вот эти нажимать штуки Когда это нажимаем Тогда мы выделяем все А так мы выделяем только видимую часть Это не есть хорошо И вот теперь когда F Мы видим что что-то произошло Неплохое Теперь полигон Включаем вот этот И вот сюда его И немножечко мы можем его еще и вытянуть Если захотим Вот это вот так Раз В итоге мы получили довольно таки неплохой ютюбик Я вам скажу Edit mode Подключаем вот это Чем это Видим теперь Объект в моде О Какая красивая штучка ребята Получилась Смотрите Ну просто прелесть И главное что мы сами это все сделали Красиво Замечательно Вы теперь будете знать как вытягивать оси Красиво Из какой-то детальки Я тоже теперь буду знать Ну все ребята Я буду стараться вам В увеличенном виде Трансформацию делать На те кнопки которые Или панели которые Я нажимаю Мне это больше трудов Но вам будет легче Так До следующего видео Ну пока